сегодня мы с вами будем квасить квасить огурчики а для этого нам понадобится конечно же сами огурцы соль вода и приправы в отношении приправ кому какие нравятся какие растут в огороде или в магазине продаются те можете использовать мне например нравится это семена укропа верхняя часть укропа зонтики также перец черный хорошо бы еще перец горошком лавровый лист чеснок получается головка чеснока на банку и вишня смысл вот в чем надо чтобы наши огурцы которую мы поставим теплое место забродили за счет этого брожения за счет брожения кисломолочных бактерий и произойдет тот суперский вкус который любили все да вот бабушкины огурцы бочковые именно благодаря этому благодаря этому брожению вначале на второй день будет малосольные огурцы обычно 3-4 дня даже может даже 5 кто-то делает делаем так укладываем зелень огурцы засыпаем солью наливаем воду и ставим в теплое место обычная комнатная температура 25 градусов 20-30 до такой предел примерно еще вот что особенность такая что если накрывать крышкой огурцы будет потверже не знаю чем это связано а если не накрывать крышкой такие же вкусные огурцы получаются все но они почему-то мягче получать внутри полы ну поехали и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рассол приобрел вот такой вот мутный цвет. Это хорошо, это значит... Все получилось правильно. Потому что при хвашении вырабатывается молочная кислота. Теперь, если мы хотим на длительное хранение оставить огурцы на зиму, как говорится, потом, чтобы, например, селедочку под водочку и так далее, достать зимой огурчики или выпить рассол захотелось бы, в таком случае нам нужно сделать вот что. Нужно остановить процесс хвашения. Делать это можно несколькими способами. И два самых популярных. Первый. Это просто убрать в холодильник. Но если мы достанем его из холодильника, она постоит в комнате, то опять они используются тогда. И второй способ. Это просто убить эти бактерии, прокипятить данный рассол. И залито. Как это можно делать? Отсоединить, можно сказать, тросов. Процедить можно просто. Если есть крышка такая, с дырочками можно одеть. Если ее нет, то можно самому сделать. Просверлить, например, отверстие 6-8 мм. Несколько отверстий. И одеть ее, перелить. Можно сделать так, чтобы дуршлаг достать. Или дуршлаг-то сделать. Ну, допустим, как я сейчас буду делать это. Отсоединить. Я сейчас в кастрюлю, в данную, да, переливу рассол, прокипячу. Травы нам не нужны уже. Ни приправы, ни травы. Потому что данный рассол уже пропитал всем необходимым. Только огурцы и рассол. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так что, спасибо за внимание, за хорошие оценки. У меня также есть видео про квашение капусты в собственном соку, без воды и без сахара. И еще другое видео, где я квасил капусту, проводил эксперимент с квашением. Четыре самых популярных способа квашения, чем они отличаются и так далее. Можете зайти, посмотреть и высказать свое мнение по поводу этого. Я буду вам за это очень благодарен.